ну что ж так ребят у нас рекламная пауза у нас закончилась принципе и подготавливайте свои вопросы потому что у нас сейчас гостем нашей студии будет олег никитин журналист федерального агентства новостей вот и мы переключаемся на студию привет добрый вечер меня зовут олег я журналист у нас не был был я у вас один или два раза наверное с полгода назад хотя наверное чуть был был ну ребята может быть вспомнит в общем ну там стебали мой свитер кажется и хотели его забрать может быть может быть ну в общем военкор олег расскажи что там как на передовой последний материал и что интересно удалось снять последний материал с выезда на передовую это позиция промзона вышел он как рыцарь донбасса вот мы там как раз были с машей катасоновой и получился такой но это ты маши был да да это мы были с машей собственно говоря мы снимали мы стебались мы смеялись в общем-то на заднем фоне вот на этом черном видео вот хочу смеялись что смешного было ну обстрел парни как бы для рядом ложатся мины и часть ушла уже ребят спать снайпера вечером отработали вот и какой-то анекдот на тему того что снайпер спит там ну а почему не смеяться мы находимся в помещении в целом ну как насколько это возможно и безопасно да то есть есть ну там целая группа помещений вот одни ближе к бойницам другие дальше там в каких-то ребята спят где-то вот столовая где-то место для совещаний в общем-то где-то вот между столовой и местом для совещаний мы находимся собственно общаемся ребята вполне себе душевные веселые там параллельно то снимается какое-то интервью короткое ну собственно говоря она тоже уже вышла почему не смеяться плакать нужно на позиции находясь не ну не на позициях если постоянно находиться в нервном напряжении то можно как бы крышей поехать не с юмором нормально отношения есть такое дело но я согласен что допустим выкладывать это видео в сеть было не совсем просто маша выложила я не ожидала что такая реакция будет ночью я там хочу сказать что вот и мы в ответ ничего не отвечаем а мы лупим их и лупим они ползут и ползут и как мне не засмеяться я бы допустим не выкладывал видео в таком виде может быть да все-таки какой-то там ну корона выложил потом под на полная короткий монтаж обработка допустим чтобы не было хотя бы видно вот там показано и как она показывает язык но в конце концов мы видели ну мы все выросли на фильмах джеки чаном где выкладываются там неудачные дубли которые вызывают больше веселья и смеха больше внимания чертки но понимаешь олег то кино а здесь война здесь здесь как бы вот такие вот прилеты они одно дело когда они на передовой мины эти летят и и там военные стоят они понимают в какой-то разница мы едем мы едем на передовую мы понимаем что там будет происходить мы понимаем куда мы едем вот для кого-то ну для меня наверное тоже отчасти поездка на передовую это своеобразная разрядка моральная потому что я нахожусь в городе я понимаю что проходит война а я здесь здесь тихо здесь мир здесь люди там на площадь ходят девушки с собачками там с парнями гуляют по парку а там война и где где больше напряжение я на самом деле не знаю ну не как бы я увлекаюсь экстремальным спортом и для меня там пойти в горы там где опасно да или справляться по бурной речке это отдых поэтому ну в принципе это сравнимое понятие да поехали вот на передовую ну там люди другие там еще где побывали как снимали горловки были до этого в горловке сейчас ну сейчас в горловке тихо относительно тихо в городе опять же в районе гольмы ну как мы были на позиции которую нельзя снимать потому что она крайне близко к позициям украинской армии вот ну и она замаскированная да но мы видели перемещение грузовиков с ребятами ну как крытые грузовики говорить что там бойцы или бка сложно вот перемещение видели видели как вот в прямой видимости до роется линия укреплений то есть вот через балку да за завод доломитный никитский кажется никитовский доломитный завод вот мы стоим около его забора благодарим бога что солнце нам в спину светит потому что она оптика его все это бликует все это вызывает больше внимания чем простые солдаты да вот ну вот а через балку от нас ну дистанция порядка двух километров но у меня сейчас объектив ну фотоаппарат с неплохим увеличением и можно было посмотреть достаточно близко в общем то есть и фотки тоже работает экскаватор роется котлован троится укрепление и собственно говоря мы после этого общались с заместителем начальника штаба 3 бригады беркута вот и он рассказывает о том что собственно это нормальное явление украинцы окапываются там постояли ночь 2 до тихо об подошли там на 200 метров еще окопались ну как бы накопа лишними не буду такое но они так в нагляденькую все ближе 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 потом окапываю нам до стрелять нельзя у нас перемирие ну и собственно говоря ночью копаются парни не стреляют они потом окопаются потом принесут туда минометы будут лупить или туда если большие ямы залезет танк закопают и как ты его потом закопанный танк очень сложно уничтожить практически может быть точным огнем артиллерии но это супер точным артиллерия так турова не возьмет в башню прямую не возьмет потому что его не видно даже моему разума ему моему то шума ему что у нас там на южных не знаешь расскажи нам что на южный на южных фронтах на южном направлении мы были достаточно давно вот но имеем связь с бойцом с позывным сенсей вот сейчас он находится в первой славянской дивизии получается вот находятся они в староласпе у них стало в последние дни гораздо более неспокойно чем раньше вот имеются прилеты градов ну сегодня опять же мы знаем о ночном обстреле тельманова причем в них некоторые сми даже говорят о том что тельманова в кольце ну на мой взгляд это привлечение ну и упадничество там называйте как хотите где-то есть мнение трасса трасса работает раз регулярно там ездит на самом деле как по мне ну если говорить о котлах то горловка заслуживает гораздо большего внимания вот потому что там имеет место так называемая горловская дуга сегодня которая какой-то неприятный для нас момент может стать и котлом ну хотя горловка находится в постоянной боевой готовности потому что у них но это одна из самых горячих точек на фронте вот и говорить о том что бойцы не готовы к отражению атак ну как минимум упрометчиво понятно аэропорт что там у нас нынче аэропорт ну можно говорить о том что в аэропорту при произошли за последнее время некоторые за последний месяц полтора до в таком периоде произошли определенные изменения личного состава наших войск армии армии днр вот сейчас там располагается сомали в общем то вчера вечером мы там ну снова же с машей вот на аэропорту вы были с ней на стратонавтов мы катались вот общались с ребятами на блок восту ну вчера в общем то вот на северной на северных окраинах города мы наблюдали во-первых такой еще вечерний обстрел то есть еще даже не начало темнеть вот мы сначала на киевском проспекте вот в непосредственной близости от путиловского моста слушали звуки прилетов причем ну ну эхо естественно от домов звуки деформируют достаточно сильно вот но это явно звуки прилетов и как бы огонь на подавление из легкого стрелковые контакты из легкого и пулеметов с нашей стороны получается огонь на подавление по минометчикам видимо той стороны вот а после этого мы переместились к ж.д. вокзалу увидели как две машины а б.с. е. шустренько уезжают оттуда вот ну это где-то 16.30 16.35 вчера 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 вот и после этого получается продолжился обстрел а вечером ориентировать на часов всем вот ездили на стартонавтов там ну как шумно постреливаю ну на завалы не ходили там где киборги на аэропорт доступа не было в связи с опасностью прорыва не на на промзону не в спартак не на новый терминал доступа вчера не было вот ребята ждали прорыва был небольшой скажем так кипиш да ну не то что вы прям боевая боевая начали сейчас последнее время уже так неделю такой боевая боевая но опять же если кто-то пиарит боевую то пиарит боевую если у ребят там ребята будьте осторожны там да будьте готовы к прорыву то это состояние повышенного внимания но это немного другое вот как то так петровский район как там старомихайловка александровка старомихайловки александровки были давно потому что хотя а лавку вообще утюжили мы тут видели мы стрим прямой вели хорошо видно как туда прилетает очень хорошо неделю полторы назад вот знакомая живущая старомихайловки рассказывала что ночую снова в подвале давно такого не было свистит летит боюсь до этого второмихайловку мы ездили с ангелами вот мы ездили днем попали в ливень в ливень сейчас не особо воюют ну видимо в связи с отсутствием нужной для этого техники поэтому поездка старомихайловку у нас прошла тихо но очень тяжелое впечатление произвели дети потому что мы поехали вот с ангелами которые батальон ангел который возит лёжа смирнов да лёжа смирнов ну он вот в этот момент находился в москве поехали мы с его ребятами сэмом вот викой викой собственно вот поехали повезли гуманитарную помощь но там порядка моему 140 пакетов вот приехали в поселковый совет не смогли децентрализованно это все раздать потому что ливень людей нигде нет вот обратились в больницу там детская больница буквально там в трех шагах вот этого самого поселкового совета и ребята решили что хорошим решением будет раздать монетарную помощь семьям здесь с детьми вот и дети которые там находятся производят достаточно гнетущее впечатление хотя был забавный персонаж ну как забавный персонаж у нас он вызвал улыбки конечно такие здравствуйте как живете да нормально все ну так тут же война там мины падают дети а ну ну дети конечно дадить детям конечно не очень хорошо войнают привыкли местное население в местное население меня просто поразило то есть ну я не знаю что может сломить этих людей вот этого же вот мужчины который рассказывает про дети конечно плохо жена с женой общаемся как у вас дела нет ну сначала было тяжело у них вот уже в войну 7 месяцев назад родился ребенок света нет газа нет стирать вещи приходится вручную греть воду я не знаю на чем ну вероятно подвозят баллоны газовые там да ну как вот давно в деревне это все происходило газовый баллон портативная печечка там готовим греем воду стираем вещи гладить приходится тяжелым вот старым утюгом до который греется там то ли на печке то ли где-то еще но люди вполне себе счастливы люди себя чувствуют нормально то есть но тихий день выдался людям радость не тихий но спрятались подвалы какой-то каменный век вообще да это не каменный век это я не знаю голосок второй мировой там ну да ну вот что поездка на позицию на петровку что поездка на петровский район что поездка на позицию на промзону она вызывает такие ассоциации вот там с белым солнцем пустыни с старыми военными фильмами да там ребята чайник такой ты ну утром мы с ночевкой ездили собственно говоря оба раза и с машей и за неделю до этого собственно чайник там фарфоровый в чайник заварки чашки эти и вот парень на львы заря до позывной заря наливает нам чай я вспоминаю вот белое солнце пустыни он докада там эпизод чайник много ну я не знаю для меня это такое так сейчас несколько вопросов какая ответственность у журналиста и сми или ложь остается безнаказан достаточно одной заметки или одной передачи типа мы ошибались которую никто не пророчит и не посмотрит ну тут ходишь на всю за собой чувствуешь вообще я процитирую джона коннора до молодость проходит для по в интернете остаются навсегда вот как-то так но ответственность в первую очередь это собственная совесть естественно потому что но сказать что ложь останется небезнаказанной не останется вопрос какое настроение у ополченцев когда ждут наступление хунта войск ну во первых давайте уточним наступление да потому что вот у ребят там у гера утрените у них ну пост постоянный такой легкий огневой контакт то снайпер постреливает ну кошмарит да то пулемет по стенкам там вот утром и проснулись от того что под стенами снова рвется и ну там за чаем мы слушали звуки рикошетов пуля об стены вот выбитые дырки от выбитых окон ну когда они ждут наступления да постоянно ждут наступление дежурные не спят ночью дежурный не спит днем дежурный стоит не смотрят на глазах там идет последнее время в сми появляется укроп сми я так скажу сразу чтобы понять откуда появляется слишком много информации о том что провокация провокация там ополченцы готовит провокацию мы уже знаем по прошлому опыту что это значит укроп и что-то серьезное что на твой взгляд анализируя информацию за последние дни они могут предпринять но позавчера насколько я помню мы слышали два достаточно мощных взрыва которые потом в группах пиарились как стрельба по беспилотникам да ну я не знаю либо это ударный беспилотник который нес на себе оружие и взрыв слышала слышен в дистанции но на дистанции 20 километров грубо говоря и калининский район и беспилотнику когда стреляют зушку там взрывы точечных много сразу и там штук шесть-семь они так взрывают их или их слышно рядом правильно ну а когда взрыв слышит и макеевка и калининский район донецка какое-то не по безбилу это не беспилотник то есть ну мы можем ждать диверсионный групп снова в донецке диверсиончик мы можем ждать терактов мы можем мы можем ждать чего угодно но надо понимать что украинские войска как бы они за год за полтора года войны чему-то научились ну конечно вот и таких там ляпов и глупостей как откровенных легко понимаем их легко просчитываем их которые были год назад ждать не приходится это будут более подготовленные более обдуманные и более жесткие шаги я думаю но опять же если они будут ближайшее время но мы прекрасно знаем что пока вот у нас перемирие так называемый мир который называемый так называемый да вопросов правительства возникает больше причем ну как возникают они давайте будем откровенными как у наших у жителей днр вот к нашему правительству начинают появляться вопросы а почему вот там не делается да или или ну дайте отчет что 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 вы сделали да они возникают но на украине в украине на украине уже давно отработаны схемы распила денег и всего такого да и мы прекрасно знаем как правительство наживается на продажи перепродажи покупки те того же армейского снаряжения которое стоит немалых денег техники ремонт техники которая все еще не работает и ну 100 200 300 других примеров на эту же тему вот и украинским войскам в украинским чиновникам в любом случае нужно как-то отвлекать внимание от этого всего поэтому будут провокации поэтому будут диверсии поэтому будут какие-то наступления не до наступления зачистки постоянные в интернете происходящие там они будут у них скопилось очень много ну скажем так тут такого оборудования которое еще не списано а списывается но как правило в котлах но это не то что там артиллерийские снаряды да чтобы получить госзаказ бюджете нужно чтобы был недостаток в чем я думаю организовать себе самим котел это наверное если слишком нагло но разве такого не могут они сделать сами себе котел сделать ну все 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 могут сделать что хотят на что хватит наглости то могут сделать им надо списывать и чтоб получить новенький заказ чтобы до бюджетных денег опять же официально дорваться и не выписать опять 100 тысяч новых картонных ботинок на показывать видимость деятельности оставаться при этом чистыми также как в этой войне им важно оставаться чистыми и белыми и оставаться показать войска днр агрессором и свои войска показать защитниками как то так ты много негатива видишь вот и вообще вот такой вопрос как удается журналистам быть позитивным ведь видя весь этот беспредел происходящих на их глазах чем они компенсируют увиденный негатив вот когда вот ты увидел и все ну все это нож знаешь как за душу берет и хочется нам порвать все на свете вот такие вот моменты либо несправедливость какая-то либо там вот результаты обстрела такие ли жестокие кадры какие-то бывают ну вот этот негатив который накапливается надо отметить что она есть если я вижу негатив где-то здесь вот на гражданке до какой-то несправедливость негатив я осознаю что в принципе я и такие как я это единственные люди которые могут обратить на это внимание думаешь и донести показать другим одну обратить на это внимание показать это вот и я считаю что это крайне важно потому что ну когда получается помочь людям это отдельная и ничем другим несравнимая рад радость такая своеобразная почему ты стал решил стать военкором ну я уже рассказывал что до войны я работал геодезистом и инструктором по детскому туризму увлекался фотографией в какой-то момент я приехал сюда и у себя в фейсбуке написал мне не нужен ли кому фотокорреспондент донецке приехал а ты не местный я местный но я вернулся домой я путешествовал некоторые был в прельбрусе получается мы долго с моим учителем с другом с коллегой сергеем из закарпатья планировали поездку он меня долго звал на эльбрус вот и в итоге мы с ним водили группу и меня полтора месяца не было в донецке в конце прошлого в середине в конце прошлого сентября я вернулся в донецк тут у меня была шабашка небольшая работа по промышленному альпинизму вот ну работа достаточно непонятная потому что висевшись на 16 этаже достаточно сложно то есть там ну спрятаться от летящих снарядов до от осколков это было как раз в общем то перед одним из обострений вот я отработал несколько дней промышленным альпинизмом в один из дней получается я ну не вышел на работу там по состоянию здоровья и в этот день прилетела во двор вот это многоэтажки которые около донецк сити находятся там три или четыре вот соседнем квартале вот и прилетела во дворы туда получается и я решил что как бы нет пожалуй не буду я работать там ну и опять же появилась работа вот друзья откликнулись помогли стать фотокорреспондентом федеральном агентстве новостей вот как как-то так и стал ну и естественно находясь в донецке сложно не снимать войну сложно не попадать вот в места где стреляли стреляют ну и собственно я и друзья мои до войны играли в страйкбол ну в конце концов я мальчик мне когда-то когда-то нравилось оружие войнушки все такое вот ну и так мы стали ездить но есть 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 ребята в ополчении которые были с которыми мы дружили задолго до войны и от воли случая так оказалось почему не поехать что известно про точки у мне все все что все что в википедии написано вот или имеется ввиду какой-то конкретный случай чем сбивают но тут вопрос как бы я просто хотел узнать в сен чем сбивают или ездить или можно сбивать им из него есть зенитно-ракетные комплексы это понимаю вроде иглы и чего-то более тяжелыми ну просто и зенитных пушек я думаю сбить ее достаточно сложно невозможно вот ну есть как бы ракетные комплексы которые либо портативные портативно на плече управляемая либо наводимая на цель затем избивают так еще кстати хотел тоже вопрос такой узнать вот на приграничной линии фронта на вообще на нуле там люди если но остались это не живут и ну становится жертвами вот их дома обстрелов то есть ну невыносимые условия жизни становится вот там не света не воды ничего вот спартак спартак да к примеру и вот на их глазах происходит весь этот беспредел они в биме надо там чтобы мы показывали там tsn или там мы кто что они прекрасно знают кто где откуда летит и вот общался ли ты с такими ребятами которые уже знаешь уже рассуждают не вот трезво там или последовательно или там вспомню ну с привычкой к войне то есть у них вообще привычка такая вырабатывается а вот когда они на эмоциях вот на эмоциях все там и вот у меня тут сосед и я за него пойду там башку оторву всем то есть вот каков я имею ввиду вот в приграничных территорий каков не процента как бы так сказать вот желание у местных идти служить именно доказывать уже свою правоту что они защищают именно свою землю потому что на их землю прилетают снаряды свою землю с оружием надо отметить что очень многие из населенных пунктов крайне близких к линии фронта уже служат вот и большинство людей которые там сейчас защищать сейчас живут это люди которым некуда идти бабушки дедушки инвалиды то есть это либо очень взрослые как правило это либо до взрослые пожилые люди либо это дети которых вот которых нет родителей или у которых родители ну простите алкоголики да вот которые которым некуда деваться не было его люди люди там хотят чтобы быстрее это все закончилось вот как-то так люди там ну так же как и на петровке поражают вот своим отношением потому что мы приехали на спартак собственно перед поездкой на промзону с машей мы ездили на спартак вот те же ребята которые на промзону нам организовывали выезд вот помогли сидеть ну утром утром это был спартак мы там были собственно говоря с денисом григоряком вот с машей со мной ездил один из моих коллег из моего корпункта вот с енотами знаком вот и мы приехали получается там ну частный сектор спартаке и рядом несколько двухэтажных зданий ну сталинки этой кирпичные двухэтажные здания в подвалах у них убежище кухня у них собрана из кусков шифера во дворе потому что не газа не света ничего там нет вот в кухне находится как я и говорил вот это вот маленькая печка на газовом баллоне работающая вот развешены детские вещи подходя к этим домам встречаем вот жителя доброе утро как у вас то доброе утро как у вас ночь прошла отлично ночь прошла спал ну как же стреляли а до стреляли два дома сгорела вообще но это состояние как бы ума измененного сознания уже я считаю причем для этого не нужен не алкоголь ничего полгода времени фронт на спартаке уже год не меняется ну год ну может чуть чуть меньше чем год не меняется вообще и этаж ну для человека просто вот он утром проснулся да светло классно солнце светит хорошо утро уже доброе они же не задумываются вообще ценность жизни но такое понятие которое большинство людей прививается с маленького возраста и еще и плюс она же подрабатывать ну таки поддерживаться инстинктом самосохранения ну не как я я думаю что он забивается со временем забивается все-таки ну и сам находясь под обстрелом то есть но страха то особо не чувствуешь но это дело привычка все-таки сильнее страха получается так ну дело наверное не только в привычке да то есть но разные люди по-разному себя ведут по-разному по-разному адекватно в таких ситуациях кто-то действительно начинает бежать кто-то боится и опять же страх у всех проявляется по-разному я допустим начинаю немного тормозить но опять же то что нужно делать такое состояние как бы слегка ватных ног но вот ну там один из самых вот запомнившихся прилетов настрадонавтов я не помню обсуждался он не обсуждался вот мы выехали настрадонавтов повидаться вот с друзьями собственно говоря из востока вот приехали вышли с ромой гнатюком из машины подошли к первому госпиталю подошли начали ложить нас ребята просто за шкирку поймав закинули в дом там чтобы хотя бы более менее безопасно заставили сесть мы сидим у ромы в машине камера выходя из машины мы рома мне бронежилет одевать будем это час две минуты с ребятами пообщаемся поздороваемся решим что делаем потом оденемся будем дальше двигаться куда-то двое других наших коллег в это время стоят около машины вот обстрела мы не видели но вот там через двор от нас просто упала мина пыль стоит там такое вот одели бронежилеты загнали машину в под стеночку в безопасное место более вот пошли обойти вот соседние улицы последние прилеты парень с позывным кабан там посмеялись там забрал у меня нашивку ну такое типа ну как как называется это не до типичный нет донецкий отжим типа оба оборотан классная нашивка ну классная забирать чего не жалко вот провел нас вокруг вот такой ну ладно вы здесь все знаете давайте про и пройдитесь сами я я пошел там не отчет сдавать надо вот и гуляем мы рядом с улицей стратонавта вот там параллельные улицы двигаемся вот к заправке кто знает там взлетная стратонавта получается пересечения вот я говорю антоха говорю вот подсними мог красивая стеночка но там действительно осколками побила так прям картина картина вот антон ковыряется с фотоаппаратом то есть но открыть экран снять крышку там то есть дело полусекунды приблизительно вот я вижу фонтан земли я кричу на землю я куда-то бегу я где-то лежу в том думаю вот бы мама не узнала вот антон лежит рядом ботинка мне в плечо упирается denis лежит рядом рома лежит рядом только вот рука торчит с камерой вот вверх чуть-чуть и все там два-три попадания ближе ближе denis ну все затихло побежали лежи лежим пока не закончилось лежим вот последняя легла совсем близко там шерсть антоном прижгло немножко поднялись побежали к ребятам спросили все ли целом и все целы повезло в тот раз ну по вам если работали минами с таким перед такой периодичностью как мы видели это скорее всего глаза увидели вы же понимаете что это скорее всего по технике работают люди то есть наработать под ну даже я думаю глаза просто обычные увидели корректировщики сделали корректировку по тому район работали вот два раза с периодом в несколько но в полчаса скажем да то есть это наша машина проехала а это вы случайно оказались в районе по которому работали или это специально было против вас журналистов это было не против журналистов потому что мы не в прямой видимости собственно говоря от сил противника можно конечно себя любить можно считать себя центром вселенной но я откровенно считаю что эта работа по технике то есть где-то тусит корректик корректировщик там ну можно наговаривать можно думать ну я не знаю где может где-то районе в районе жидко вокзала может где-то беспилотник висел в эти моменты да просто как бы разрешение сейчас достаточно неплохое и оследить едущую машину но не сложно вдоль жидко вокзала вот с дальней стороны за путями то есть проехала наша машина там три-четыре мины отработали ну то что мы проехали быстро и успели выйти из машины это уже детали вот следом за нами когда нас кабан водил в общем-то по последним попаданием проехала буханка буханка едет но как правило медленнее не быстрая машина крупная мишень буханка проехала по ней отработали собственно никто особо не смотрит попал не попал ну у человека задача отработать на машине едет ну начальник наверно какой-то мало ли там почему не отработать не жалко там мента хватает ну как-то тогда пока хватает слушай мы с тобой тут заговорились уже час разговариваем не меньше 50 минут пока что ну давайте еще ребят у нас минут четыре пять сейчас давай по вопросам потому что по и но там если ну то ребят был вопрос ну знаком с и но там и общаемся дружим делимся материалами по возможности и по интересу собственно ребята позитивные ну если речь об админах группе еноты про партизанщины вообще не понял вопрос вопрос такой вот глобальный война надолго ли ну я такая как и говорил раньше я думаю что это средняя гражданская война несколько лет как-то так как вам удается сохранить отстраненность и описательность таких условиях у меня было хоть и хорошая учительница русского языка но отстраненность ну как как сохранять отстраненность когда ты вместе с парнями сидишь в окопе да или там или находишься вот на точке по которой стреляет снайпер да никак я в эти события вовлечен это вот я рядом с ребятами которые защищают свой дом которые воюют за то что за то во что верят вопрос не хочешь задать ребятам какую-нибудь голосовал очку я не знаю у нас прошло кстати вопрос был ну и из например а нашки ой прошло вопрос очень пятнашка сдавал как вы считаете через сколько закончится эта война в окане результаты пристали до кто чем хочет кто чем хочет заняться вот когда закончится война ох так надо варианты ответа ну я же мне вопрос кто собирается остаться здесь и отстраивать кто собирается уехать путешествовать зададим сейчас зададим и пока я пишу и варианты ответа будешь мне подсказывать или сейчас вместе как-то сделаем я у меня есть нет несколько заготовленных вариантов ответа вот полюбив для полча вы занимаетесь собирайте заняться после войны да да но такая здесь у нас большая половина вообще ну не когда донецку не имеет отношение к луганску больше половины для них можно какой-нибудь альтернативу придумать не буду заниматься тем же чем ну ладно я спрошу тогда чем вы собираетесь может быть из тех кто не из донецка могут написать собираюсь посетить донецк и луганск ну я думаю что после войны это будет достаточно популярный туристический он есть тут места уже такие места конечно что тут еще последний памятник ли сегодня в днепритом нашли какой-то памятник сносит опять кстати вот чем мешает памятник ленину чем мешает меня спрашиваешь нет на самом деле хорошо вот мешает городу памятник ленину собрались собрали подписи поставили на голосование больше 50 процентов пожалуйста цивильно культурно его сняли до отдали музею в конце концов сделали в украине специально для коммунистов там отдельный павильон в котором будут все памятники ленину почему нет как бы ну вот это вот обезьяне пойти из там содрать снести сломать но это как-то ну не тянет на цивилизованное общество при обострении ситуации да я поеду снимать у нас на самом деле с редактором был достаточно серьезный разговор на тему того что мы будем делать если вот начнется реальное обострение вплоть до штурма донецка останемся ли мы здесь и что мы будем делать ну я и мои коллеги такие как дмитрий гапоненко андрей тюнников я думаю рома гнатьюк точно также как и там джон коннор кошкин и все остальные ребята останутся здесь снимать так ну вопрос я дал сложно довольно таки сейчас ребята будут выбирать чтобы он просто всех-всех-всех коснулся так это выезжала пропускала я сама с донецкой области чтобы вам приехать мне надо в россию потом к вам есть и такие знакомые которые вот едят в харьков через россию сижу дома с двумя высшими образованиями опыт работы куда не ходила работы нет видно не нужны здесь дома вот сидит наталья киселева с двумя высшими образованиями ну наталья наверно тебе вам нужно будет все-таки проявить своеобразную инициативу и небольшую выдержку потому что обратиться у них людей и пробивных людей и в принципе полезных людей и высококачественных или профессионалов их с руками ногами отрывать только вы должны показать что вы действительно обладаете теми или иными полезными качествами не просто сказать здрасте я вообще я все знаю мы узнаем я считаю нужно соотносить как бы время и запросы потому что если вы бухгалтеры сегодня в министерствах я считаю видится конечно конечно просто даже в министерствах есть достаточно вакансий на которые можно нехватка нормальный причем сейчас меняют даже вот тут был юрист который устраивал потому что он сказал что у нее просто где-то там он рядом ходил с юрок академии потом следующее взяли он у него просто было образование и академии следующий уже профессионал который действительно имеет опыт работы там 10-15 меняет постоянно ну и все выше и выше и качество появляется либо люди на этой должности на самом деле приобретают так что образованных людей в донецке сейчас очень многие уехали не так уж и много да так что проявите знаете как просто последнего царя дам под лежащий камень вода ним не течет вот так вот вы можете с я уже лежатся на родные ребята которые не отсюда пишут что поменяю место жительства на донецк а а ну вот голосование я предлагаю ввести значит буду копать картошку у нас был ополченец с позывным берег вот он ушел в ополчение и рассказывал о том что он много лет он живет в поселке около донецка вот не помню точно каком да вот и всю жизнь он говорит я убегаю от того чтобы копать картошку жена и теща любят копать картошку там огород там цвет цветочки все эти дела домашние я говорит каждый день от этого бегаю так вот я говорит кончится война пойду копать картошку картошку но и такой вариант не ставил я стал вот какие варианты чем вы собираетесь заниматься после войны приеду в донецк-луганск и заявлять желание 25 процентов наших зрителей тем же чем и занимался более половины в политику один процент пойдет образованием или обучением займется один процент на следующую войну уйдут уже три процента место жительства поменять 4 процента некоторые ребята из моих знакомых уже всерьез задумываются о том чтобы после окончания этой войны ехать в сирию военкорами или как-то так военкорами да кто кем кто не только военкорами кто прямым участником событий если человеку нравится воевать то как то так по-разному ну кто-то даже видит знаешь некий смысл в войне в отстаивании то есть но мы и человеком жизни в том чтобы защищать интересы определенные либо слабый разговор с ополченцем с позывным техас да ну вот он здесь да вот и была такая мысль что войны сейчас это нечто вроде гладиарских боев в риме вот их сильные мира всего развязываю для того чтобы дать народу зрелище потому что это ведь вратилось целую индустрию ну собственно говоря работа военкоров это целая такая вот индустрия зрелище для народа поэтому так и ценятся кадры боев кадры вот такие вот ну самый жестяк людям людям просто хочется на это смотреть я к для меня это конечно дико ну плохо неприятно но такое есть очень хотелось побывать донецке не было возможности побывать на украине раньше хоть и родственники в киеве же мы тут несколько дней назад обнаружили что для того чтобы съездить в ростов нужно 68 часов простоять на таможне вот и я нашел возможность перейти таможню пешком и добраться автостопом до ростова в течение приблизительно полутора часов ехали группа из пяти человек и собственно говоря не вижу проблемы вот если хочется путешествовать то путешествовать можно всегда и собственно я говорил про эльбрус один из участников группы из питера в при эльбрусе невинномыск добрался меньше чем за сутки автостопом с рюкзаком один будучи студентом без денег серьезное желание и фарт да нет на самом деле просто очень много людей отзывчивых которые готовы подвести просто за просто так за разговор за какую-нибудь душевную историю за но многие водители допустим ночью подвозят просто чтобы не хотелось спать есть ну уже уже не советское время когда все боятся бандита на дороге да ну или там до советская вот сейчас это достаточно просто достаточно много людей положительно настроенных добрых отзывчивых которые готовы вас подвести просто так поэтому минимум денег максимум времени максимум желания в общем-то не только с автотопом автотопом это связано хорошо хорошо ну что ж ребят у нас гостях был олег никитин большое спасибо город всем мира генерального агентства насти приходи в гости рассказывай интересные истории подготовили материалы которые постарайся публика очень в общем-то не skeptичные истории не знают мыこれで готовы